Однажды среди бесконечных сигналов, приходящих из глубин Вселенной, ученые зафиксировали странный шум. Сначала его посчитали ничем иным, как обычным фоновым замешательством, часто возникающим при использовании чувствительного оборудования. Однако, по мере его повторного появления и постепенного анализа, стало ясно, что это не просто случайный сигнал. Космический шум содержал в себе нечто большее, чем можно было бы ожидать от звукового хаоса безжизненного космоса. Изначально исследователи думали, что это всего лишь аномалия их приборов. Но даже после тщательной проверки оборудования на всех уровнях шум не исчезал. Сигнал возвращался снова и снова, проявляя определенную частоту и повторяемость, которые невозможно было игнорировать. Это привело ученых к выводу, что они столкнулись с чем-то, что заслуживает гораздо более детального изучения. Решение изучить загадочный шум более пристально открыло бездну тайн. Исследователи начали анализировать его структуру, частоту и амплитуду. Обнаружение определенных закономерностей в его последовательностях наводило на мысль о дальнем источнике, который, возможно, находился за пределами нашей галактики. По мере работы над сигналом пришло осознание, что он исходит из планетарной системы, которая, как вскоре выяснилось, имеет поразительное сходство с нашей. Так началось увлекательное и неожиданное космическое путешествие, которое привело нас к открытию, способному изменить наше понимание Вселенной навсегда. Шум, изначально не более чем побочный эффект, стал отправной точкой для невероятных научных открытий. Как оказалось, он был ключом, открывшим дверь в неизвестное, где нас ждала планета, получившее название Земля-2. Но что же скрывается за этими звуками? Углубленный анализ сигнала начался с использования самых современных технологий. Ученые приложили все усилия, чтобы расшифровать его, используя мощные алгоритмы и сверхточное оборудование. Каждый компонент, каждая волна, каждая частота рассматривались под микроскопом внимания, а таинственные частицы информации выстраивались в нечто, что стало настоящей мозаикой загадок. На первый взгляд казалось, что это просто набор случайных данных. Но по мере работы стало ясно, в нем содержалась информация, которую нельзя было игнорировать. Исследователи обнаружили, что сигнал имел необычную структуру, которая не соответствовала известным природным фоновым шумам космоса. Были замечены регулярные пульсации, которые предполагали наличие систематического происхождения. Это было как если бы кто-то или что-то пыталось установить контакт. Еще более интригующим оказалось то, что сигнал повторялся с определенной периодичностью, почти как закодированное сообщение. Математическое моделирование и симуляции помогли раскрыть часть загадки. Стало очевидно, что сигнал нес информацию о расположении и характеристиках целой планетной системы. Впервые в истории человечества такой закодированный посыл открыл путь к поискам подобной нашей звезды и планеты, на которой, как выяснилось позднее, замечены условия, возможные для жизни. Эта невероятная находка стала началом нового этапа в астрофизике, открыв путь к глубокому изучению спутников за пределами нашей Солнечной системы. Но настоящая сенсация ждала впереди. Ученые, изучая сложные кодировки и последовательности сигнала, сумели выделить необычные паттерны, которые заставили предположить, что за этим шумом скрывается нечто большее. Возможно, свидетельство другой цивилизации или крайне продвинутой формы жизни. Эта гипотеза стала отправной точкой для всего научного мира, стимулируя новые исследования, в которых за каждым новым шагом открывалась новая тайна. Погрузившись в величественный мир, загадочные планетарные системы, ученые почувствовали себя первооткрывателями новой Вселенной. По мере того, как сигналы распутывались, перед ними развернулась картина звездного ансамбля, в котором таинственная звезда, потрясающе схожая с нашим Солнцем, находилась в центре. Вокруг нее двигались несколько планет, одна из которых сразу привлекла внимание исследователей. Эта планета, быстро получившая название Земля-2, обладала схожими с Землей размерами и массой, а также находилась в подобной обитаемой зоне, где жизнь могла процветать благодаря оптимальной температуре и наличию воды в жидкой форме. Массивные телескопы и аналитические инструменты позволили различить атмосферу планеты, богатую кислородом и азотом. Поразительное совпадение, делающее возможность существования жизни на Земле-2 вполне реальной. По мере углубления в изучение системы, ученые обнаружили, что другие планеты также имеют интересные характеристики. Некоторые из них были газовыми гигантами, подобными Юпитеру, в то время как другие обладали каменистыми поверхностями и могли стать домом для различных форм жизни. Планетарная система, казалось, раскрывала перед исследователями свои секреты, подталкивая их к более глубокому изучению. Для дальнейшего анализа были привлечены различные международные исследовательские институты. Совместные усилия позволили обнаружить еще больше доказательств того, что Земля-2 действительно является зеркалом нашей планеты. Это открытие породило новые вопросы о происхождении и эволюции обеих систем, заставив ученых взглянуть на знакомую Вселенную под совершенно новым углом. Каждый новый этап исследования приносил захватывающие открытия, подтверждая, что путешествие в неизведанное только начинается. Но что еще таит в себе эта далекая система? Какие секреты она готова раскрыть тем, кто продолжит путь в неизвестность? Эта история только начинается, и нас ждут невероятные открытия на горизонте. По мере того, как ученые изучали Землю-2, перед ними возникал вопрос, действительно ли эта планета является точной копией нашей Земли, или это всего лишь иллюзия, созданная поверхностным сходством? Визуальные данные с телескопов и спектральный анализ атмосферы указывали на невероятные совпадения, но детали заставляли задуматься. Атмосфера Земли-2, хотя и казалась похожей, содержала более высокие концентрации водяного пара и меньшее количество диоксида углерода, что могло указывать на уникальные климатические условия. Исследователи начали более детальное моделирование климатических процессов на Земле-2, пытаясь понять, как эти различия влияют на экосистему. При помощи сложных компьютерных симуляций они воссоздали погодные условия, которые могли бы быть на этой планете. Результаты показали, что там могут бушевать мощные ураганы и циклоны, а также, возможно, колоссальные перепады температур. Эти факторы намекали на то, что, несмотря на сходство, жизнь на Земле-2 могла развиваться по абсолютно иному сценарию. Также были обнаружены интересные геологические структуры. Гигантские горные цепи и глубокие океанические впадины бросали вызов воображению, а наличие крупных водных масс вызывало множество вопросов. Глубокие океаны, возможно, скрывали целые миры, наполненные необычными формами жизни, которые только предстояло исследовать. По мере того, как исследователи углублялись в изучение этой загадочной планеты, становилось ясно — Земля-2 может быть похожа на наш мир, но, безусловно, имеет свои уникальные черты. Тайны, которыми была овеяна эта планета, только начинали раскрываться. И каждый новый слой, снятый с ее поверхности, приносил новые загадки, готовые перевернуть наши представления о жизни во Вселенной. Когда ученые направили свои усилия на более детальное изучение поверхности и атмосферы Земли-2, вскоре стали очевидны признаки, намекающие на наличие жизни. Первым удивительным открытием стало присутствие больших масс водных просторов, которые, как предполагалось, могли служить домом для различных форм жизни. Мощные спектрометры зафиксировали необычные колебания в химическом составе атмосферы, следы метана и кислорода, что часто свидетельствует о биологической активности. Продолжая исследование, специалисты обратили внимание на изменения в цвете растительного покрова, которые можно было наблюдать с огромных расстояний. Они предположили, что это были заросли растений, схожих с нашими лесами или даже джунглями. При этом спектральный анализ показал, что эти растения могли обладать иной формой фотосинтеза, что позволило бы им выживать в условиях, отличных от земных. Некоторые детали, такие как регулярные вспышки света, периодически заметные на темной стороне планеты, заставили исследователей задуматься о возможности существования разумной жизни. Эти вспышки имели четкую периодичность и могли быть расценены как метод коммуникации или индикатор искусственной деятельности. Однако, пока этот вопрос оставался открыт, ученые не спешили делать окончательные выводы, продолжая сбор данных и анализ. Тем временем, обнаруженные признаки жизни вдохновили научное сообщество на разработку новых миссий и экспедиций, чтобы подробнее изучить эту загадочную планету. Осознание, что Земля-2 может предложить уникальную возможность заглянуть в иные формы жизни и эволюции, подогревало интерес к дальнейшим исследованиям. Каждое открытие приближало к ответу на вопрос, который волновал ученых и простых людей. Существуют ли другие миры, подобные нашему, и что они могут рассказать о нас самих? Сигнал, который когда-то считали простым шумом, теперь стал катализатором революции в нашем понимании Вселенной. В первую очередь, он подтолкнул ученых взглянуть на космос совершенно иным образом. Сигнал оказался не просто следом от далекой звезды, а настоящей головоломкой, требующей детального анализа. Этот новый подход дал возможность обнаружить новые планетарные системы, которые ранее оставались вне поля зрения. Используя передовые технологии и алгоритмы, исследователи смогли выявить множество новых кандидатов на жизнь в других галактиках. Ученые стали более активно объединять усилия, организуя международные команды для синхронного наблюдения за космическими объектами. Это позволило значительно улучшить точность и скорость обработки данных. Также появилась необходимость в разработке новых телескопов и методов анализа, которые могли бы обнаружить иные сигналы, скрывающиеся среди космического фона. Космос перестал быть для нас просто пустотой с нечастыми звездами. Он стал динамичным пространством, полным тайн и возможностей. Новый подход к изучению Вселенной открыл двери к неожиданным открытиям. Мы начали находить новые доказательства существования планет, которые могут поддерживать жизнь, что ранее считалось невероятным. Под влиянием новых данных ученые пересмотрели многие теории о формировании и развитии планетарных систем. Открытие Земли-2 и аналогичных планет заставило нас задуматься о том, как наша собственная история могла бы развиваться в других частях Вселенной. Этот сигнал стал не просто новой страницей в астрономии, а целым томом, заполняемым фактическими данными и новыми открытиями. Загадочный сигнал изменил не только наше представление о космосе, но и вдохновил на новые поиски во Вселенной, доказав, что мир куда более сложен и удивителен, чем мы могли представить. Впереди нас ждут новые горизонты и, возможно, ответы на вопросы, которые человечество задает себе на протяжении веков. Стремление понять тайны Земли. Два увело ученых в глубины, которые оказались гораздо непростыми, чем предполагалось. Поверхностное сходство с нашей планетой вскоре уступило место множеству загадок, поджидавших исследователей на каждом шагу. Подробный анализ показал, что на Земле два имеются массивные подземные структуры, нагромождения, которые не были видны с орбиты. Компьютерное моделирование указало на вероятное существование подповерхностных океанов, скрытых под толстым слоем льда, но все еще полных тепла и энергии. Возможность существования подводных экосистем наводила на мысль о существовании форм жизни, адаптированных к таким экстремальным условиям. Некоторые исследователи даже предположили, что под поверхностью могут таиться следы древних цивилизаций или технологии, оставленные другими формами жизни. Геологические структуры были настолько упорядоченными и сложными, что многие начали подозревать их искусственное происхождение. Ученые столкнулись с трудностью интерпретации обнаруженных аномальных магнитных полей, которые могли указывать на присутствие уникальных минералов или даже экзотических видов энергии. Эти излучения оказывались вне наших современных пониманий, требуя новых теоретических подходов и исследований. Институции по всему миру стали участвовать в изучении этой загадочной планеты, пытаясь собрать больше данных и найти ключи к разгадке ее секретов. Тем временем анализ атмосферы Земли-2 выявил присутствие странных химических соединений, которые ранее не были встречены в известных нам условиях. Эти соединения, возможно, играют решающую роль в экосистеме планеты, служа фундаментом для жизненных процессов, совершенно иных, чем на Земле. При каждом новом открытии Земля-2 становилась все более загадочной и привлекательной целью для исследователей со всех уголков Земли. Понимание тайн этой планеты обещало изменить наше представление о жизни и ее проявлениях во Вселенной. Эти темные тайны, скрытые от человеческого глаза, вдохновляли на создание новых технологий и стимулировали воображение ученых, ведущих свой неуступчивый поиск ответов. Два дало ученым повод для серьезного пересмотра многих научных постулатов. Сигнал, который вначале казался лишь шумом, привел к ряду поразительных открытий, которые стали настоящим вызовом для современной науки. В первую очередь это открытие подтолкнуло к активному развитию новых технологий в области астрономии и астрофизики. Ученые начали разрабатывать более мощные телескопы и инструменты, чтобы глубже и точнее исследовать дальние галактики и находить новые миры, которые могли бы поддерживать жизнь. Эти технологические достижения не только ускорили процесс анализа космических объектов, но и позволили лучше понимать природу звездообразования и формирования планетарных систем. Возникли новые теории о том, как могла бы существовать жизнь в экстремальных условиях, приводя к созданию сложных экспериментальных моделей в лабораториях по всему миру. Стало ясно, что наша планета не уникальное явление, и подобные ей системы могут обнаруживаться в других частях Вселенной. Дисциплины, как астрохимия и астробиология, получили новый импульс развития. Исследователи начали изучать образцы межзвездной пыли и метеоритов с новой точки зрения, стараясь понять, как определенные химические компоненты могут способствовать зарождению жизни на планетах, подобных Земле-2. Эти усилия привели к разработке новых лабораторных методов и технологий, открывших новые горизонты в понимании биохимических процессов. Обнаружение Земли-2 также подтолкнуло науку к новым философским и научным дискуссиям о нашей роли во Вселенной и взаимосвязях между различными формами жизни. Эти обсуждения вдохновили на создание потенциальных межзвездных миссий, целью которых станет не только изучение новых миров, но и установление контакта с потенциальными цивилизациями. Таким образом, сигнал из глубин космоса изменил научное мышление, вызвал пересмотр идей и задал новые вопросы, на которые еще предстоит найти ответы. Этот неожиданный толчок в знаниях стал катализатором для будущих открытий и, возможно, откроет дверь в еще более удивительные миры и явления, которые ждут нас в бескрайнем пространстве Вселенной. Исследования Земли. Два породили волну новых вопросов о возможностях жизни за пределами нашей планеты. На протяжении долгих лет ученые предполагали, что Земля — уникальный обитель жизни. Но открытие Земли-2 перевернуло это представление. Первая реальная возможность существования иной жизни вынудила исследователей пересмотреть принципы поиска обитаемых миров. Сразу же после подтверждения существования Земли-2 начались работы над созданием новых миссий по исследованию этой планеты. Международные агентства объединили усилия, чтобы разрабатывать проекты, направленные на отправку зондов и, возможно, пилотируемых экспедиций. Наличие развитой атмосферы и признаков биологической активности сделали Землю-2 приоритетной целью для межзвездных исследований. Ученые разрабатывают роботов и автоматические устройства, которые могут работать в условиях неизвестной планеты. Большое внимание уделяется защите оборудования от возможных биологических угроз и адаптации его к специфическим климатическим условиям. Подобные технологии не только откроют новые горизонты в исследовании космоса, но и могут быть применены в земных условиях. Компьютерное моделирование позволило оценить потенциальные ресурсы Земли-2. Исследования показали, что на планете может быть изобилие полезных ископаемых и редких минералов, которые сыграли бы значительную роль в будущем космическом освоении. Эти находки подстегнули экономический и научный интерес, стимулируя дальнейшее развитие технологий и логистики. Осознание того, что жизнь может существовать в различных формах и условиях, подняло вопросы о том, как мы будем взаимодействовать с другими мирами и какие последствия это может иметь для человечества. Совместные усилия научного сообщества сосредоточены на изучении возможных биологических процессов и способов их воздействия на земную жизнь. Впереди у человечества неизведанные пути, способные изменить представление о жизни и Вселенной, открывая новые возможности. С развитием технологий и успехами в исследованиях грядущей экспедиции на Землю два становятся все более реальными. Международные космические агентства ведут активные разработки новых миссий, целью которых является не только получение более точных данных о планете, но и более детальное изучение ее поверхности и атмосферы. Разрабатываются новые космические аппараты, способные доставить оборудование и, возможно, первых исследователей на поверхность Земли-2. Эти аппараты будут оснащены самыми современными технологиями для сбора и анализа данных. Одним из основных направлений исследований станет изучение потенциально обитаемых зон планеты, их климатических и геологических условий. Специальные зонды будут собирать данные о составе атмосферы и почвенных образцах, чтобы понять возможное существование жизни. Кроме того, будет исследована связь между найденными соединениями и процессами, происходящими на Земле, Параллельно с подготовкой экспедиции ведутся теоретические исследования возможных биологических форм, которые могут существовать на этой планете. Ученые разрабатывают гипотезы о том, как могла бы выглядеть жизнь в условиях, схожих с земными, но с учетом уникальных особенностей Земли-2. Эти исследования помогут подготовиться к возможным биологическим и экологическим неожиданностям, с которыми придется столкнуться первопроходцам. Экспедиции на Землю-2 также станут испытанием для новых технологий передвижения и коммуникаций. Разрабатываются методы быстрого и безопасного перемещения на планете, а также способы связи с Землей. Эти технологии станут основой для будущих межзвездных миссий и освоения космоса на новом уровне. Таким образом, исследование Земли-2 обещает не только разгадать вековые загадки о существовании жизни за пределами Земли, но и открыть путь к новым научным и технологическим достижениям, которые изменят представление о нашем месте во Вселенной.